Евгений Александрович хочет соблюдать досконально авторскую мутуацию обуви. По-моему, это не разумно. Во-первых, если мы не соблюдаем авторскую программу, почему мы должны соблюдать авторскую мутуацию? Во-вторых, собственно, правила мутуации, на которые мы наличируемся, много раз увеличились с тех пор, когда, собственно, они сетапы. Сетап мутуации, в общем, сильно меняется с годами из десятилетий. В-третьих, будем не всегда, собственно, хорошей мутуации. То есть мутуации просто ошибаются, скорее всего, даже согласно тем правилам, которые существовали в Евгении. Мне кажется, если мы будем тексты напечатаны по современной альфографии, то мутуация должна быть современной. Мы должны выставлять те знаки предконаления, которые будут расставаны сегодня. с Аргений Михайловичем на согласие для решения. Ну, вот. Вам забыли, и все, что я хочу рассказать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще? Пожалуйста. Вопросы? 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 Вопросы. Вопросы в Bundesregierung – что часто главные причины предупрекации. Я расскажу, что это было на сегодняшний стихов по Фантазинирую опросов. На сегодняшний стихов, если福оним входя в Петрополец, значит, это была главная пишение моделикации. Но в Петрополец вошло до 1913 года. Если, как говорится, в 2015 год, полное собрание Маркса – это была главная публикация. Дальше шла градация, что является главным в жизни публикации. Это были два основных принципа. Главной считалась публикация, если не было всех войны, не в «Петрополис», не в собрании Маркса, то, соответственно, в последнем авторском сборнике или, если в сборнике не выходило, то, соответственно, в периодике, а если даже вообще напечатано не было, то по самому репресситативному автору. Все это дотушно прописано в технологических периодах библиотеки поэта. Были три-четыре исключения, но они были аргументированно описаны. Что касается проза, то, действительно, вот этот модернизм, древний полный разговор модернизма и так далее, может быть, оставляет нам чудесный горизонт, попробовать после того, как мы говорим, в текстологическую историю хотя бы ключевых его текстов, попробовать представить себе ситуацию. Если, например, Антоновский Яковлев, условно говоря, в день-то середине 20-х годов, правильно так, что получились новые тексты. Ужасно интересно было бы опубликовать, когда это народсоздание, первый раз в собрании, и опубликовать решительно изменённый автором текст в том томе, который относится, в данном случае, условно говоря, в середине 20-х годов или второй раз более 20-х годов. Это абсолютно сейчас фантазия, которая может подтвердиться или зачеркнуться анализом конкретных текстов. Но, во-первых, вот для прозы все эти принципы ещё должны быть и другие. Но прозы можно представить себе, если получать радикально другой текст, то он может быть помещённым в контексте тех произведений, которые написаны вот на этом втором этапе, условно говоря. А говорить, конечно, сейчас о каких-то стержневых правилах категории и основного текста в опросе, я не готова. Я даже не знаю, кто бы это мог быть. Но если были действительно разные, совсем разные, когда нацели, и это не жизнь Арсеньева, а это рассказы, то мы, по-моему, можем возможность оставлять, и позволяет возможность на ней погибнуть. Спасибо. Ещё? Я уже третий раз не попросила. Пожалуйста. Проходите. Я хочу представить, потому что я не буду не наявить, Галина Николаевна Воронцова, водитель группы полного собрания сочинений Алексея Михайловича Толстого, в том самом отделе, написан русской литературе. Ну, мне было предложено прочитать присланные документы для того, чтобы выставить свои рассуждения по некоторому моменту, по своему связи. Но я бы хотела начать с того, что я здесь услышала. Вы знаете, вот мы находимся в стенах института мировой литературы, где в каждом отделе существует не по одной группе собраний сочинений. И полных, и неполных, и научных, и академических. Процент 90, о чём говорили с этой фигуны, являются общими проблемами для текстологии писателей 20-го века. И так или иначе, они уже были решены. И на пространство собрания сочинений Есенина, и на пространство собрания сочинений Платона, и на пространство собрания сочинений Никопского. Я просто вас призываю, пользуйтесь такой уникальной возможностью, и не изобретайте пресса. Теперь то, что касается непосредственно тех документов, которые я прочитала. Ну, я, к сожалению, могу констатировать, что, собственно говоря, вот тот термин, который здесь применялся, план, проспект. Проспекта нет. Нет проспекта, потому что проспект – это главный документ, без наличия которого собрания сочинений никогда не открывается. Это полная роспись того. Полная роспись. Роспись, включающая все произведения, все редакции, которые вы хотите опубликовать, комментарии, указатели и так далее. Во всяком случае их на остальном. Есть перечень там, в которых тоже есть вопросы. Значит, как здесь уже с этой трибуной говорилось, вы заявляете, ну, как я поняла, академическое собрание сочинений, потому что обещается полный слот собраний и реалов. То есть, это единственное, что отвечает, отличает академическое собрание от научных, полный слот собраний и реалов. Но построенное по жанру академическим принципам. И вот, когда я считаю названия этих домов, я поняла, что у вас жанры выделены в отдельные дома. Стихотворение, «Жизнь Арсеньева», «Рассказы 31-го», «Письма», «Публицистика», «Премода» и так далее. Откуда берется название для дома произведения 11-го, 14-го года. Там что, разные жанры будут представлены? Произведение – это название для домов, которое построено по аналогическому принципу. Вот берется определенный период времени. И все произведения, которые в этот период времени, так сказать, создавались, они в этом дом включаются. Там могут быть образы, там могут быть физикотворения, и публицистика, и драматургия, если она присутствует в творческих сетях и так далее. Для собрания сечения и построения по жанру академическому принципу такое название в принципе невозможно. Поэтому вам нужно подумать о том, как назвать эти дома для того, чтобы отразить их содержание. Что касается структуры того, то есть, значит, так сказать, как предлагались разные варианты, вот то, что заявлено в этих документах, это деление произведений для больших групп. То, что Иван Алексеевич включил в своем литературном сочинении, да, в свои собрания сочинений, и то, что он в них включил. Но я целиком полностью согласна с этим неоспоримым кризисом, что мы им нетущих врачей. И делая академическое собрание сочинений, нельзя, так сказать, ориентироваться на литературное завещание составленное много лет назад. Хотя говорится о них, так сказать, в каких-то сопроводительных статьях, безусловно, не надо. Если вы делаете академическое собрание, то там вообще-то не уйдет. На то, что он включал свои собрания сочинений, и то, что он не включал свои собрания сочинений. Но можно от этого принципа отойти, да, и все в экологическом порядке. Но то, что предложено здесь, ну, это, по крайней мере, не научно. Что касается основного текста. Вы понимаете, в чем все дело? Это, как бы, вы сейчас пытаетесь, как талошки, которые перед телевизором бежит. Я вас уверяю. У вас по каждому произведению будут разные исключения текста. Разные исключения. Основной текст вы будете выбирать каждый раз. И нельзя так. Но при выборе основного текста, он, конечно, должен быть собрания. Никто еще пока не ушел от принципа последней творческой воли. Не последней авторской воли. Просто вот механический билет последнее сохранное сочинение не печатает тексты. У нас за Толстом был случай, связанный с сохранными сочинениями 4-го и 36-го года. Наши предшественники печатали все тексты по этому сочинению. Но когда мы стали проводить фронтальную свет, мы увидели, что кроме корректорских исправлений в этом сочинении по отношению к предыдущему, нет ничего. А если учились, что в эти годы в издательство пришли работать школьные учителя, то можете себе представить, какой право они будут себе поставить всеми товарищами. И мы, так сказать, по согласованному решению вот от этого последнего собрания сочинения, мы оказались в качестве основного источника для тех произведений, которые вошли в 15-м издомления рубежа 30-х годов, над текстами, которые должны действительно работать, там присутствует его правка, берем это собрание сочинения в качестве основного источника. Но я вам еще раз говорю, что можно в вашем принципе то, что касается конкретных решений, вы еще все делитесь на досыгрании из этих слоевшихся комедий, и она будет создана. Какой текст выбрать в качестве основного? Вот по поводу развернувшейся дискуссии. Вот вы все время, как вы нам даете поречь, что он такой особенный, он так много правил своих произведений, я вас уверена, Алексей Толстой умеет правил своих произведений, он вообще по миграции все свои ранние произведения переписал и поставил видо широкий, который мы тоже воспроизводим все время спределения этих текстов. Но в принципе эта проблема решена сторонним средовым. Если писатель вносит в текст изменения, которые не позволяют нам говорить о редакции, и уж тем более оправданных вариантов, то это обещается с учетом этой практики, и, так сказать, это выбирается в качестве основного источника. Если писатель создает редакцию, то тогда у вас есть раздел, который вы заберете сохранить сочинение, редакции. Только вам предстоит решить вопрос, какую редакцию вы будете давать в основном корпусе, а какую вы будете давать в приложении. вот в этом разделе редакции. Но есть еще другой случай, когда писатель настолько сильно переделывает тем, что речь идет уже о двух разных произведениях. И такие случаи тоже были. у Алексея у Алексея Максимовича Горького, хотя он никакой не выгромит. И пьесы в основном опубликовали два раза, потому что зачли, что это два раза произведение. То есть эти все вопросы, они уже как-то, так сказать, давно обсуждаются сообществом. и вам не надо начинать опять, так сказать, азов и проходить опять этот взрослый пункт. Что касается правды, которую Алексеевич Пунин оставил вам на следствии на странице того, что это сообщение. Я вот хочу поддержать папу с первого рака, который выступал с этой длиной. Вы должны отдавать себе отчет, что эта правда не является фактором литературного процесса. Она никому язык имени Владимира Алексеевича Пунина не была известна. Поэтому имеете ли вы право впечатать произведение, внося эту правду, это большой вопрос. Кроме того, когда писать, опять-таки Бунин абсолютно не уникальный в этом отношении. Алексей Николаевич Толстой на последнем издании литературного внес достаточно большое количество правд. Мы давим этот ансамин, и наши предшественники учитывали ее при, так сказать, публикации романа. Но в научном собрании это недопустимо, потому что правда, которая существует в рукописном виде, внесенное даже в какие-то издания, это всегда только намеренный писатель. Потому что мы не знаем, вернуть ли мы будем к этой правды, мы не знаем, работал ли он с ним, кто ли в том, и в каком виде она была в печатном случае. То есть вы намерен его пытаетесь обречь вот, так сказать, возработать. в том, в том, в том, что касается редакции вариантов. Вы понимаете, в чем все дело? Нельзя сводить редакции вариантов в один раз, потому что, во-первых, когда мы говорим о редакции, мы имеем в виду целый произведение, когда мы говорим о варианте, мы имеем в виду один. Кроме того, сами вариантов могут иметь вариантов. И во всех собраниях сочинений, которые издавались и издавались в нашем, так сказать, институте, эти разделы всегда разделены в русском, как бы, иметь это. Мне, правда, досталось несколько непонятным соотношение разделов вариантов и текстологического комментария. В одном документе написано, что комментарий будет детальным образом представлен движение текста с приведением примеров, но вы уже это будете воспроизводить, проведение вариантов. Вы как? Будете повторить, как это будет соотноситься. Из этого документа не видно, как это будет соотноситься. То есть, у нас как бы, Есенин Цедата, как Максим Дедас собрается, у нее существует полный сток, но тогда в комментарии есть примеры, они не нравятся. Там просто общее движение обозначается, а все остальное вы прочитаете и смотрят уже в варианте. Ну, собственно говоря, я не буду больше снимать ваши внимание. Все, что я хотела, я сказала. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня возникли тоже вопросы к перечню, как нам действительно более корректно назван документ, который вышел в основном номер 2 среди писанных документов. Касается раздела «Публицистика». Там «Публицистика» посвящена, насколько помню, про то, как это говорит. То есть, «Публицистика» обозначена так вот трудно, какие-то критические заметки статьи, во-первых, я бы объединил все-таки в этом смысле общее определение, то есть, «Публицистика», «Публицистика», как это делается, насколько я понимаю, хуже традиционного с одной стороны. И, наверное, есть смысл действительно делить эти дома в соответствующий… Еще вопрос тоже по поводу хронологии в данном случае у меня возник, почему, допустим, за один из домов доведен на 31-й год, а следующий начинается, понятно, с 32-го, почему именно это сделано так, причем в втором доме, где… то есть в втором доме «Публицистики», условно говоря, это начинается с 32-го он называется, обозначен условно именно как «Окаянный дни». То есть, с одной стороны, понятно, что, видимо, основной текст будет принят в версии 35-го года, который был публикован в 10-м доме «Петрополис». Но, естественно, видимо, в разделе «Редакция» будет представлен текст 25-го, запятая, 27-го года, потому что там не было… То есть, даты широкой, конечно, нужно и 27-й, но это по теме, так сказать, вопрос для обсуждения. На данном случае мне казалось, что более правильным вообще, может быть, выделить краяные дни Вадимину, потому что, во-первых, есть основной текст, так или иначе, если принять на версию 35-го, до 53-го года, когда вы внесены тоже некое исправление в эту книгу. Но, естественно, придется воспроизводить себе мобильацию этого произведения. И мне кажется, что, вместе с комментариями, вместе с реальным комментариями, который, как мне представляется, опять-таки, будет чрезвычайно крупным, так или иначе, потому что до сих пор еще, вот я собирался, как говорится, в убранном своем сообщении, многие издания, например, периодически советские, которые цитируются в украинных дня, сегодня либо малодоступны, либо вообще недоступны, ну, соответственно, то есть, причинам известны, имея в виду, в издании, который крайний в Одессе, сегодня туда попасть довольно-таки, наверное, проблематично, просто напросто или привезут посмотреть те газеты, сохранившиеся, которые, действительно, еще могут быть бывшим спецхранникам. Но, в любом случае, «Каянные дни» — это самое по себе крупное произведение и очень сложное на сочке зрения комментирования, которое, мне кажется, заслуживает того, чтобы быть выделенным вообще в отдельный дом. С одной стороны. С другой стороны, повторяю, вот деление публицистики на две части до 32-го года и начиная с 32-го года, с учетом того, что, в общем-то, после 32-го года каковы публицистики не так уж много остается. То есть, там есть в основном, как мне представляется сейчас больше степени, какие-то, может быть, критические замечания дадили революки и ответы на вопрос анкелов, а сам по себе объем не так велик, по сравнению с периодом до 32-го года. Соответственно, если брать, там, условно говоря, первые критические, не только критические, там, те же самые корреспонденции, то есть, произведения, которые были написаны не только как политикам, но и как критикам, и как журналистам, в том числе, потому что, фактически, очень много газетчиков в аргументской песни, и не только. Мне кажется, что, может быть, имеет смысл все-таки эту часть наследия, за исключением какая-то книга, которая, мне кажется, опять-таки, рационально и целесообразно рассматривает как совершенно отдельный том. Объединить в одной книге, в одном доме. Потому что, в общем-то, как бы то ни было, эта часть не так велика. Отдельно, конечно, в отдельный вопрос в интервью. В том смысле, что интервью все-таки, особенно в том виде, как они выпечатывались до революции или, там, в эмиграции, в общем, до нашего времени, условно говоря, до наших дней, все-таки это не авторский текст, так или иначе. Это некий, ну, конспект, что ли, который готовился журналистам, и степень точности воспроизведения в революции каких-то ответов на вопросы в интервью, очень сомнительно. Я в данном случае, говорю, в том числе, и как историк журналистики, но и как тоже человек, который некоторое время журналистским посвятил свое время. и, вот в этом смысле, тоже отдельно, конечно, видимо, тема для размышления, как оформлять эти интервью. Потому что, например, в том публицистики был самый первый текст, который в нем есть, был в том публицистике, который был в 1998 году. Фактически, это иудинский текст. Это, опять-таки, тоже, условно говоря, интервью, как тогда это называлось. Ну, по сути, это вот отчет, скажем так, о встрече с Иваном Алексеевичем. И вот отдельный вопрос, отдельный вопрос о размышлении, на как эти интервью, в данном случае, описывать, что ли, как их подавать, потому что повторяю, это и не унинский текст, опять-таки, большая часть. Это именно выжиг, правила из того, что он у него сказал на встрече. Но насколько точно, по своей звене, повторяю, то очень большой вопрос, очень заметно. Спасибо. Спасибо. Еще? Максим Владимирович Скороков. Спасибо. 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 tempo. uestasк. Что касается сеттворения Букунина, конечно, тоже здесь надо смотреть, чтобы выучить его просто особенности его поэтики и восприятие своего творчества. Опять же, мне кажется, что, естественно, мы можем что-то реконструировать, но просто если у Букунина стоит какая-то дата, такой текст, переносить его произвольно, просто вычеркивать, а просто куда-то переносить это произведение в совершенно другой дом, на том основании, что он там что-то менял или дорабатывал, мне кажется, не совсем правомерно. Тем более, если мы имеем собрательственные имитации в 1934-1936 году, конечно, это надо учитывать. И вот, что касается авторской правки, естественно, она, вот я тут с Галиной Николаевной, соглашусь здесь, что с ним надо ее смотреть, опять же, индивидуально. Я просто говорю, что если он что-то исправил вам в 1951-1953 годах, то мы обязательно должны это относить, поскольку это было, а так было в этих результатах, и мы не можем это не доработать, не до конца оправданную авторскую творческую роль, мы не можем включать ее в основной текст. Но в то же время, и здесь, опять же, датировки связаны. Есть какие-то небольшие изменения, мне кажется, ненужные здесь все произведения, и на последние как-то исправления, особенно если они незначительные и второстепенные. Ну и, конечно, мне кажется, что так как это наработка выполняется выборниками, мне необходимо как-то более широкими статологическими группами обсуждать, потому что сейчас выборят, я понимаю, что это первый вариант, и хорошо, что мы имели возможность с ним ознакомиться, потому что там много уже сделано, и последовательность какая-то того предоставлена, и особенности. Особенности и особенности текстологии будет в какой-то степени учтения, но это будет надо какой-то более детальный вариант, их еще неоднократно обсуждать, в том числе и в этой модели, и на новейшей русской литературе, поскольку мы давно как-то и многие занимаются текстологией.